МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации телеканал РХС-24 в студии Азрия Таркенов. Это программа событий дня и самые значимые интересные новости к этому часу в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. И вот он дал распоряжение и сказал, вопросы, которые вы здесь задавали, приедут министры. Руководители трех республиканских министерств здравоохранения, строительства и соцразвития по поручению Рашида Тимлезова встретились с жителями поселка Медногорский, чтобы на месте найти решение накопившихся там проблем. Я считаю, что наша горная Швейцария, конечно, лучше, чем все заграничные курорты, поэтому приоритет в этом направлении, наверное, будет лучше всего. Назовите национальный бренд достойно представлять нашу республику на российских и международных площадках. Жителям Карачао-Черкесии предлагают выбрать символ своего региона. Жителям Кызыл-Юрта больше не придется ловить попутки. Отныне и хаул связан с черкесском новым автобусным маршрутом. Сегодня в Пятигорске Рашид Тимлезов встретился с полномочным представителем президента России ВСКФУ Олегом Беловинцевым. Тема разговора – подготовка к предстоящим президентским выборам, обеспечение безопасности граждан в ходе голосования, а также содействие Республиканской избирательной комиссии в рамках действующего законодательства. Также Олег Беловинцев поинтересовался у главы итогами реализации майских указов президента и социально-экономическими проектами, которые будут реализованы в Карачао-Черкесии в рамках поручения главы государства. В завершении беседы полпред заверил, что будет и дальше оказывать республике всяческую поддержку в решении социально значимых задач. Напомню, что накануне глава региона Рашид Тимлезов посетил с рабочим визитом Урупский район республики. В ходе поездки он провел встречу с жителями поселка Медногорский, которые поделились с главой своими проблемами. И проблемы эти оказались столь весомы, что уже на следующий день по указанию Рашида Тимлезова в поселок отправились руководители сразу трех республиканских министерств здравоохранения, строительства и ЖКХ, а также труда и соцразвития. Перед ними была поставлена задача еще раз встретиться с жителями Медногорска, на месте выслушать все их вопросы и самое главное найти пути их решения. Благоустройство и коммуналка, трудоустройство и здравоохранение. Вопросов к властям у жителей Медногорска накопилось множество. И поэтому каждый, кто пришел в сельский дом культуры на встречу с членами правительства, стремился задать вопрос не только за себя, но и за соседей. Маргарита Сухляк не скрывала радости, что на каждый наболевший вопрос наконец-то получила развернутый ответ. У нас вопросов много было и по капитальному ремонту домов и по возрастному оплате возраста после 70 лет и после 80 лет. По больнице были вопросы, что роддом закрытый, что надо бы вроде бы открывать, ну как открыть этот роддом. Потом, что в палатах сокращение койки мест. Очереди к врачам, льготы на лекарства, отсутствие медикаментов и медтехники. По сфере здравоохранения острых вопросов было множество. И руководитель Минздрава Казим Шаманов не просто выслушал каждый, но тот же предложил пути их решения. Во всех районах одна проблема. Это у людей есть вопросы к качеству оказания медицинской помощи, к своевременности оказания медицинской помощи и доступности медицинской помощи. И вот эти вопросы мы стараемся решать как в Урубском, так и в других районах. Конечно, есть проблема в том, что это район отдаленный. Есть проблема в том, что в этом районе нет той базы медицинской, какая создана, например, в городе Черкесске, в Карачаевске, в Уст-Джигутинском районе. Но безусловный лидер по числу жалоб – коммунальная сфера. Министра строительства и ЖКХ Евгения Гордиенко спрашивали о тарифах, о капремонте, о вывозе мусора и о благоустройстве дворов. В основном, это, естественно, это проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Это проблема у нас серьезная, она в любом населенном пункте похожая, чаяния людей тоже понятны. Коммунальная структура в достаточно изношенном состоянии. Сегодня у нас действует программа фонда капитального ремонта, которая позволяет нам этот жилищный фонд стабилизировать, привести его в соответствующее состояние. Всего за прошлый год в Медногорске благоустроили 13 дворов и центральную аллею. Плюс ремонт семи домов по программе капитального ремонта и реконструкция нескольких улиц. Но что особенно радует жителей поселка – все это лишь начало. Молодцы, мы очень рады. То, что вот сейчас у нас сделали. Вы посмотрели людей, которые видели, когда эти ведутся работы. Люди жили, светились, честное слово говорю. Все вопросы, прозвучавшие в зале, министры автоматически брали на контроль. И теперь жители Медногорска не просто знают, что их проблемы услышаны, но и уверены, что хотя бы часть из них в скором времени будет решена. Ринат Ибрагимов, Радомир Князев, Архиз 24. Айран, горный чай, воды, сады и курорты Карачао-Черкесии. Что из этого можно назвать брендом региона? Или может быть у вас есть свой оригинальный вариант? Валентина Матвиенко призвала регион активнее продвигать свои местные торговые бренды. Об этом председатель Верхней палаты парламента заявила на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности. В Карачао-Черкесии с интересом отнеслись к данной инициативе. А некоторые, например, наши коллеги из РИА Карачао-Черкесия перешли от слов к делу и организовали на своем сайте голосование. Пользователи сети могут выбрать один из предложенных вариантов или же предложить свой. Что именно, какой бренд будет представлять нашу республику на различных российских и международных площадках зависит от всех жителей Карачао-Черкесии. Подробнее об этом в следующем сюжете. Карачао-Черкесия. Что приходит на ум каждому из нас при мысли о родине? Кто-то ощущает вкус домашнего Айрана, для кого-то слышатся звуки национальной гармонии, а кто-то ощущает горный свежий воздух и представляет себя в Архизе или Домбае. Безусловно, все это можно отнести к бренду Карачао-Черкесии, но какой из них самый главный? Республиканское информагентство Карачао-Черкесии запустило голосование, где все желающие смогут проголосовать за лучший бренд, представленный в списке, или же предложить свой вариант. Каждый житель, вне зависимости от возраста и местоположения, может помочь в выборе бренда региона. Идея создания бренда Карачао-Черкесии возникла после совещания, которое провела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, где был озвучен вопрос о том, чтобы в каждом регионе страны создать свой бренд, чтобы регион был узнаваем, то есть за пределами республики, чтобы по названию самого бренда можно было бы понять, о какой республике, допустим, или каком-то субъекте нашей страны идет речь. Если мы вспомним нашу историю, то на знаменитых французских ярмарках столько было товаров российских брендов, прославленных, известных в мире, что нам стыдно, что сегодня мы не можем как следует вести это дело. Государство должно уметь растить, а затем эффективно распоряжаться этим богатством. Совет Федерации со своей стороны готова обеспечить регионам необходимую поддержку для максимального раскрытия их огромного самобытного творческого и экономического потенциала. Проголосовать жители могут на официальном сайте Рия Карачаева Черкесия, а также на различных социальных платформах ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. Пользователи могут присылать свои варианты в директ официального аккаунта Рия Карачаева Черкесия в Инстаграме. Администраторы непременно примут во внимание вашу идею. Известный по всей России кисломолочный напиток Айран, уже давно полюбившийся гостям Карачаева Черкесии наш неповторимый горный чай, горнолыжные курорты, наша чистая и вкусная вода и стремительно развивающиеся сады. Достойны ли эти символы представлять наш регион, ответили сами жители. Айран, вода, нарзаны, даже вода горная, обыкновенная вода. Ну, Архыз, Дамбай – это ни с чем не сравнишь. У нас очень аграрная республика, мы можем представить на международных рынках местные изделия. Я считаю, что наша горная Швейцария, конечно, лучше, чем все заграничные курорты, поэтому приоритет в этом направлении, наверное, будет лучше всего. Я считаю, что лучше представлять курортное. Мне кажется, это молочная продукция, сыр, айран. Ну, я думаю, как у нас развитое животноводство, это мясные изделия, там, свинина, варанина, говядина. На международном рынке можно представить, это айран и наш сыр. Важен каждый голос жителя республики. Без участных быть не должно, ведь именно от общего решения зависит, что будет представлять регион на российских и международных рынках и с чем будет ассоциироваться Карачаево-Черкесия у западных и российских туристов. Ислам Джукаев, Заур Лиев, Роман Баюра, Архиз-24. В Карачаево-Черкесии планируется обновить автопарк транспортных предприятий республики на льготных условиях при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Предприятие составит перечень автотранспорта, работающего как на газомоторном, так и на дизельном топливе, необходимого для обновления их автопарков, после чего начнется дальнейшая проработка вопроса. Кроме того, Минпромторгом республики разрабатывается проект госпрограммы развития рынка газомоторного топлива в Карачаево-Черкесской республике на 2018-2023 годы, целями которой являются устойчивое снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения, достижение наибольшей экономической эффективности автотранспортных перевозок, а также развитие рынка газомоторного топлива. Напомним, правительствам Карачаево-Черкесии уже определены и предварительно согласованы с ООО «Газпром» газомоторное топливо земельные участки для строительства четырех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Новый межмуниципальный автобусный маршрут открыт в Карачаево-Черкесии по обращению граждан. Рейс Козыл-Юрта «Базакт-Черкеск» будет ежедневным. Наша съемочная группа проехала по новому маршруту вместе с его пассажирами. Юлия Житина расскажет о графике движения. Каждый будний день для большинства жителей Козыл-Юрта начинается по привычному сценарию. Рано утром они собираются на этой автобусной остановке в надежде побыстрее поймать попутку до республиканской столицы. Амира Мамитханова ежедневно ездит в Черкесск на работу и обратно. И каждый раз ожидание на остановке оборачивается для неё лотереей. Сегодня повезёт доехать вовремя, а завтра нет. Но с этого дня транспортный вопрос в Козыл-Юрте официально снят. Ровно в 7 утра сюда приезжает маршрутное такси, чтобы вовремя и с комфортом доставить аульчан в город. Не только с этого аула, с Псаучедахи, с Комзавода. Газель всегда полный. Даже бывает, что не вмещаются люди в газель. Мы очень рады, очень рады, что наконец-то у нас есть транспорт, на чём добираться нам на работу. Из Козыл-Юрта через Псаучедахи автобус направляется в аул Абазакт, где в маршрутку садятся ещё несколько человек. Всё строго по графику. В 7.00 отправление из Козыл-Юрта, в 7.15 – Абазакт. И в 8.05 автобус прибывает на автостанцию «Рынок» в Черкесске. А ближе к концу дня в 17.00 отправляется обратно, чтобы в 18.05 вернуться в Козыл-Юрт. Данный маршрут необходим для жителей трёх населённых пунктов – это Козыл-Юрт, Псаучедахи и Абазакт, которые мы должны доставлять в республиканский центр города Черкеска. Данный маршрут открыт в связи с обращением жителей этих трёх населённых пунктов. Новый автобус – единственный маршрут, соединяющий Козыл-Юрт и Абазакт с республиканским центром. До его появления возможность в любой день выбраться за пределы аула имели только владельцы личного автотранспорта. Но теперь Минпромтор Карачаева-Черкесия обеспечил всех аульчан ежедневным автобусом. Сегодня первый день, мы не знали, мы в Бабука сели. Они объяснили нам, если регулярно будет ехать, нам удобно. В город я приезжаю на учёбу, но раньше было очень трудно добираться, тем более зимой снег, а сейчас, я думаю, намного легче станет. А если говорить в целом по Карачаево-Черкесии, то на данный момент все населённые пункты республики обеспечены общественным транспортом фактически на 100%. 5 лет совместной жизни и вот ты уже в официальном браке. Даже если никогда в жизни не бывал в ЗАГСе. Член Совета Федерации Антон Беляков предлагает приравнять гражданские браки или, как сейчас говорят, сожительство к бракам официальным. Автор законопроекта хочет дополнить семейный кодекс термином «фактические брачные отношения», согласно которому нерасписанная пара, прожившая вместе 5 лет, будет считаться законными супругами. Всеобщего одобрения эта идея в России пока не нашла. А как отнеслись к ней жители Карачаева-Черкесии? Сегодня, согласно Семейному кодексу Российской Федерации, законным мужем и женой являются те, кто скрепил свой союз подписями в официальном документе. То есть пришел добровольно в ЗАГС, подал документы и, подождав определенный срок, стал супругами. О такой незамысловатой процедуре знает каждый, кто хоть раз задумывался о браке. Так было, так есть, но, возможно, в будущем так уже не будет. ЗАГС обручальные кольца и штамп в паспорте рискует кануть в лету. Мужем и женой пару будет объявлять только время. Марш Мендельсона, свадебное платье, шампанское, штамп в паспорте и общая фамилия. Сегодня практически каждая влюбленная пара представляет свое бракосочетание именно таким. Но есть те, кто не спешит под венец, а предпочитает жить в гражданском браке. Мол, нам и без штампа в паспорте живется неплохо. Но, возможно, что в скором времени в их личную жизнь мешается новый закон. И, прожив вместе пять лет, их гражданский брак автоматически станет официальным. Но в случае, если пара успела стать счастливыми родителями, этот срок меньше – два года. Такие поправки в Семейный кодекс Российской Федерации предложил внести сенатор Государственной Думы Антон Беляков. Такую, казалось бы, моралистскую идею поддержали не все. Мало того, новый законопроект вызвал множество споров как среди его коллег по цеху, так и среди обычных граждан. Зачем после пяти лет, по моему мнению, нужно с первых дней или никогда? Брак же не просто так придумали. Если женишься, это будет официально все. Но гражданское – неофициально все, разницы нет. Самый обман какой-то. Я считаю, что если люди не хотят вступать в официальный брак, зачем их заставлять? Когда они хотят, они сами могут узаконить свои отношения. Надо узаконивать свои отношения. Сейчас принято заключать всякие договора и все такое прочее. Но я даже думаю, что даже и не договора не удержат ничего, если вместе сердечного протяжения нет такого. А вот что касается имущественных интересов, то здесь новый законопроект как раз-таки поможет обоим сожителям не остаться у разбитого корыта. Ведь любовь любовью, а жизнь изменчива. Сегодня жили, а завтра разбежались по разным сторонам. Но если автор инициативы считает, что большинство пар это упростит жизнь, то многие эксперты-юристы с этим не согласны. Вот, например, президент адвокатской палаты Карачао-Черкесской республики Руслан Кубанов больше 20 лет занимается бракоразботными процессами. У этого предложения реальных перспектив он не видит. Ведь оно повлечет за собой множество проблем, особенно у женщин. Что тут говорить? У нас в республике на юге вообще сейчас стоит вопрос о фактическом многоженстве. Мы можем этого не скрывать. То есть, несмотря на то, что оно у нас как бы законам не разрешено, если мужчина будет себе позволять иметь несколько семей, то есть в фактических брачных отношениях он может быть и с несколькими женщинами. Тогда получается, что все женщины будут как бы абсолютно не защищены. А вот некоторые психологи с юристами не согласны. Они считают, что новый законопроект где-то даже поможет укрепить союз гражданских супругов. На самом деле мнение психологов здесь тоже не сходится, но тем не менее я склоняюсь к мысли о том, что главное договариваться. Потому что люди, состоящие в официальном браке, имеют право на развод, но тут уже разговор идет больше об уровне ответственности и о том, к какой цели люди идут вместе. Возможно, многим действительно это снимет какую-то внутреннюю тревогу, но главное, чтобы это не являлось иллюзией такой. Вот все-таки важна сама цель, к которой идут два человека вместе. Но имущественные интересы и крепление союза – это не главная задача нового законопроекта. Внести поправки в семейный кодекс Антон Беляков предлагает прежде всего из-за того, что в России с каждым годом уменьшается количество пар, которые в принципе решают оформить свои отношения согласно закону. Так, например, в 2016 году в стране по официальной статистике было зарегистрировано самое минимальное количество браков за последние 20 лет. Эта печальная статистика коснулась и Карачаева-Черкесии. Если в 2017 году узами брака связали себя больше 4 тысяч человек, то в том же 2016 году эта цифра была куда выше. Конечно, плюсов и минусов, как и вопросов в новом законопроекте много, а потому большой вопрос – одобрят его или нет. Да и к тому же, чтобы внести изменения в действующий семейный кодекс, автору инициативы нужно собрать как минимум 100 тысяч подписей людей, которые поддерживают эту пока что идею. Дарья Назарова, Заурлиев, Роман Баюра, Далиль Мирза, Архиз 24. Зеленый пояс города или парки особого значения. Практически все крупные города России имеют защитные лесопарковые зоны, улучшающие в городской черте микроклимат и ландшафт. Черкесск не исключение. На сегодняшний день в столицу республики окружают 500 гектаров зеленых насаждений. Но хватает ли их для установленной нормы? Этот вопрос обсуждали за круглым столом в общественной палате Карачао-Черкесии. Аня Тадышекова с подробностями. 500 гектаров именно такую площадь занимают зеленые насаждения в Черкесске. Для республиканской столицы такой показатель катастрофически мал, ведь именно городские леса выполняют функцию легких города. И от их количества зависит то, насколько чистой будет наша экология и, как следствие, воздух, которым мы дышим. Изменить ситуацию в лучшую сторону поможет федеральный закон об охране окружающей среды, вступивший в силу еще в прошлом году, согласно которому предусмотрено создание лесопарковых поясов вокруг городов. Мы в течение всего 2017 года попытались определить, какие же у нас зеленые зоны вокруг города, какие деревья, будем говорить так, и лесопосадки защищают наш город от бурь, от снежных бурь, от таких ветров. Вы знаете, что у нас идет Армавирский коридор, который очень сильно действует на город Черкесск. И, наверное, создана должна быть структура в городе, которая будет отвечать за содержание этих территорий. Сохранить существующие городские леса и приумножить их количество – вот единственное решение проблемы. Для расширения зеленого щита необходимо облесение еще 643 гектаров. По нормативам, общая площадь зеленых насаждений обязана занимать не меньше 1100 гектаров. Абсолютно тоже согласен. Восточная часть. У нас есть куда высаживать, есть и в этом остро необходимость, и по розе ветров, и потому что у нас мы еще и, будем так говорить, комплекс по обработке мусора и так далее. Поэтому этот вопрос обязательно мы будем решать. По словам участников заседания, этот вопрос требует особого подхода, ведь большинство участков, где должны быть высажены деревья – частная собственность. Что такое лесопарковая зеленая зона? Что такое вот этот пояс? Это достаточно жесткие ограничения. Там ни один кустик, ни один листик, ни одно деревце просто так срезано быть не может. Здесь уже все природоохранные организации, которые существуют, и контрольные, и надзорные, они сразу будут подключаться к этому вопросу. Эти территории не должны представлять максимально один массив, чтобы потом осуществлять в этом массиве хозяйственную последующим действием, деятельность. Потому что мы сейчас решение примем, соответственно, дальше это решение необходимо будет претворять в жизни. То есть там необходимо проводить инвентаризацию, кадастровый учет, инвентаризацию и так далее, определять уточненную площадь, далее необходимо проводить лесоустройство. По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что необходимо решить вопрос по определению собственности на городские леса. А все предложения по границам лесопаркового зеленого пояса города Черкеска общественная палата уже направила в Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию Народного собрания Карачаева-Черкесии. Анета Дышекова, Далия Мирза, Архыз-24. Такими на разгулят были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Карачаева-Черкесия и на нашем канале Архыз-24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин